21 октября. Поездка в Тарусу. Из глубины черной ночи, темного утра встает серый, холодный, ветреный день. Беспросветный, безрадостный. Именно в такую погоду без времене выпало нам съездить в Тарусу, городок, облюбованный художниками и поэтами, где наедине с природой сердца их чувствовала Творца, и слагались звуки в душах их, словно слышанные ими когда-то и где-то. Проезжаем Серпухов. Место Кремля теперь почти пустое, ветреное. Кинули взгляд на Высоцкий монастырь, на Соборную площадь. Немногое уцелело, но и то, что сохранилось, радует глаз даже в сегодняшний серый день. Спешим укрыться от колючего ветра в машине. Теперь уже близко до цели нашего пути. Вот и церковь в Бехове. Сегодня мы смотрим на нее с другого берега, Аки. Вот и Таруса, городочек у места впадения реки Тарусы в Аку. Здесь и центр с пешеходной зоной. Здесь мы поселились в тихом недорогом домике Верзилиных. Но сначала посетили кладбище, могилу Полстовского. Встретили женщину наших примерно лет. Она приехала из Курска с той же целью – прийти к месту упокоения писателя. Мы вдвоем и на машине, а на пешком, преодолевая холод и страх. Ведь какую нужно иметь любовь к человеку, чтобы пуститься в этот нелегкий путь? Большой крест на могиле, красные яблоки на холмике. Беру одно мороженое твердое, помянуть раба Божия Константина. Настоящие писатели, художники, поэты всегда правдоискатели. Вот здесь она и открывается им. До конца. Без изъяна. Много еще здесь памятных могил, людей известных и не очень. Но есть один человек несчастный. Могилу его здесь не найти. И словно природа сама сегодня печалится с ней – это Марина Цветаева. Господи, ты дал ей слово поэта, пророческое слово. Ты знаешь ее внутреннее, не остави ее в мятежной душе. Легко обо мне подумать, легко обо мне забыть. Не забывайте. Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты курины и маков, набрав букет, что звали меня Марины. И сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была. Прохожий, прохожий, остановись. Сорви себе стебель дикий, и ягоды ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюма, голову пустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, везущих в окропе живот дорогой. 22 ноября. Возвращаемся через долину грез. Так называла это место Марина Цветаева. Здесь была дача, которую долгое время снимали Цветаевы. Дом в Песочном, так он именовался. Когда Цветаевы были в Италии, в доме жил до 905 года художник Борисов Мусатов. В нем он и умер. Невдалеке и похоронен над Марининым камнем. Теперь дома нет. На его месте танцплощадка. На закрытой территории для отдыхающих серебряный век. «Надо думать о живых, а не о мертвых», так ответило Министерство культуры ревнительным сохранением дома в Песочном. Погуляли вокруг дома литераторов, расположенным за забором Серебряного века. Нижний этаж принадлежит итальянскому художнику Марко Барабуро. Он здесь самовыражается на свои особые темы. «Редкий случай, все открыто, никого нет, никто не гонит». Полюбовались творчеством итальянца, поудивлялись, посожалели и поехали в Серпухов. Зашли в Исоцкий монастырь, проехали во Владычный, чудом сохранившиеся исторические святыни. Захотелось вернуться сюда вновь. К тому же солнце выглянуло. Сразу стало будто теплее и радостнее. Не могли поэтому проехать мимо Кремля, не отлинуть взглядом старый, славный город Серпухов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok